В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Этого события они ждали более 10 лет. В отделении восстановительного лечения городской больницы долгожданный ремонт. По его завершении обновится и лечебное оборудование. Меняя номер сотового, отпишитесь от рассылок и услуг, иначе мошенники обязательно воспользуются вашим мобильным банком или электронным кошельком. Со счета жительницы города исчезли 8 тысяч рублей. Лучшая защита – профилактика. Подрастающее поколение изучает правила пожарной безопасности и учится набирать 0,1. Отмену материнского капитала, пересмотр расходов на пенсионную систему и государственный сектор – такие меры предлагает Министерство финансов по оптимизации российского бюджета. Минфинансов и независимые эксперты придумали, как можно сэкономить бюджетные деньги. За три года предлагаемые ими меры дадут экономию больше, чем в 1 триллион рублей. Проект оптимизации расходов госказны уже отправлен на рассмотрение в правительство, сообщает пресс-служба Министерства. Достичь экономии авторы предложения планируют через изменение расходов государства на пенсионную систему. Эксперты предлагают несколько различных вариантов – повышенную ежегодную индексацию, либо повышение пенсионного возраста. Из мер социальной поддержки населения может выпасть материнский капитал. Вместо него авторы предлагают повышать пособия на детей из бедных семей. Под оптимизацию бюджета попадет и госсектор. Его реформа через создание открытой сферы предоставления и выполнения государственных, либо муниципальных услуг позволит сократить долю неэффективных расходов на 10-15%. Прозрачнее должна стать и деятельность общеобразовательных учреждений к 2016 году. Это позволит сэкономить до 15% выделяемых на них государственных денег. В здравоохранении оптимизация расходов будет достигаться противодействием закупок медучреждениями лекарств, цены на которые не принадлежат госрегистрации и завышаются в 2-3 раза по сравнению с высокоразвитыми зарубежными странами. Для этого будет создана система установления референтных цен на все рецептурные лекарственные препараты. В отделении восстановительного лечения городской больницы долгожданный ремонт этого события сотрудники отделения ждали более 10 лет. В 2002 году местная здравница разместилась в корпусе и с тех пор ни разу основательно он не ремонтировался. Теперь же капитальной реконструкции будет подвергнута вся внутренняя часть здания. Новыми будут стены, потолки, полы, окна, двери и коммуникации. Обновится даже и некоторое лечебное оборудование. За ходом ремонтных работ внимательно следит наш корреспондент Денис Максимчук. Этого ремонта отделение восстановительного лечения ждало больше 10 лет. ПВЛ как структурное подразделение городской больницы была создана в 2001 году на базе профилактория Таежной. 22 мая 2002 года отделение переехало на территорию больничного городка в приспособленное здание прачечной. В течение 11 лет работы сотрудники отделения ремонтировали, переделывали под свои нужды и облагораживали помещение собственными силами. Где могли, подкрашивали стены и подклеивали обои. Но капитальной реконструкции дождались лишь сейчас. Департамент здравоохранения Ямала-Ненецкого автономного округа выделил на эти нужды около 4 миллионов рублей. Это ремонт серьезный, во-первых, ремонт капитальный. Вы сами видите, заключается суть ремонта – это замена окон, замена дверей, половых покрытий и где имеется покрытие кафельное. Да, сложности есть, но я думаю, это приятное мероприятие, поэтому мы не совсем обидим, будем так говорить. Работу мы не останавливаем, продолжаем работать, поэтапно будет происходить ремонт. Такой ремонт, конечно, имеет преимущество. Пока в одной части здания работают строители, в другой медицинский персонал ведет прием пациентов. Но есть и свои недостатки. Сроки поэтапного ремонта в этом случае могут значительно продлиться. На сегодняшний день работы ведутся хорошими темпами и по плану должны завершиться к середине сентября. Подрядчик старается выполнить весь объем срок, но, вероятнее всего, не успеет. Основное направление в работе лечебницы – реабилитация после перенесенных заболеваний и травм. Пациенты получают большой спектр процедур. Всевозможные виды массажа, лечебные ванны, души, физиопроцедуры. После завершения ремонтных работ, говорят доктора, некоторое лечебное оборудование обновится. Появятся новые процедуры. А значит, медицинская помощь в городе будет еще качественнее. С платных услуг нам выделили около миллиона рублей. На сегодняшний день мы заказали на 500-600 тысяч оборудования. Сейчас все документы находятся в договорном отделе. Будет проводиться тендер. То, что у нас имелась ванна, сухая углекислая, это новая будет замена. То есть сухая углекислая ванна, так как предыдущая ванна, она уже вышла из строя. И приобретаем дополнительное физиооборудование. Отделение восстановительного лечения Муравленковской городской больницы по праву считается одной из лучших здравниц на Ямале. Квалифицированные специалисты, не без помощи современного оборудования, способны поставить на ноги даже самых тяжелых больных. За более чем 10 лет работы они это доказывали не единожды. А в обновленном здании отделение, безусловно, работать и лечиться горожанам станет еще комфортнее. Денис Максимчук, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Необычную кражу денег зарегистрировали в Муравленко. У потерпевшей из банковской карты исчезли более 8 тысяч рублей. Пока злоумышленника не задержали. А вот каким образом происходило хищение денег уже известно. На месте потерпевшей может оказаться каждый, если не соблюдать несколько простых правил. Их изучала наш корреспондент Татьяна Бойко. На днях в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что с ее банковской карточки кто-то снял 8 тысяч 200 рублей. При этом деньги исчезли не сразу. Это стало ясно, когда она сделала распечатку. Начиная с 10 мая по 24 июня деньги снимали. Небольшими суммами. В ходе предварительного следствия выяснилось, что данная гражданка подключала услугу мобилей банк. Затем номер сотового телефона сменила. Банк, соответственно, не зная об этом, продолжал взаимодействовать с данной гражданкой по старому номеру телефона, который по истечении некоторого времени операторы сотовой связи заблокировали и закрепили за другим абонентом. Теперь уже, соответственно, ему стали приходить смс-уведомления о состоянии банковского счета потерпевшей. Он этим воспользовался и стал переводить чужие денежные средства на свои счета. Сотрудники полиции по факту кражи денег возбудили уголовное дело, ведется следствие. Но рассчитывать на то, что преступника задержат по горячим следам, пока не приходится. Во-первых, затрудняется раскрывать такие преступления отдаленность. Если бы это было, что данные сотовые номера, которые блокируются, которые отключаются, если бы они отдавались только в городе Муравленко, то можно было легче раскрывать. Но получается, что данные номера, они раскинуты. И получается, что не всегда пользуются именно те люди, на которых зарегистрированы эти номера. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, надо помнить о главном. При смене номера сотового телефона срочно в банк. Кредитное учреждение не может самостоятельно отследить смену номера, а отключить услугу мобильный банк вправе только сам клиент по письменному заявлению. Также нужно поступать в случае, если вдруг телефон украли или он был утерян. Кроме мобильного банка, в наследство новому владельцу сим-карты могут достаться уведомления социальных сетей, управление электронными кошельками и многое другое. Поэтому одновременно с расторжением договора с оператором сотовой связи стоит сразу же побеспокоиться и об отмене личных рассылок и оповещений. Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, телерадиокомпания Муравленко ТВ. На Ямале отменен режим чрезвычайной ситуации, который целый месяц действовал на территории региона. Решение об этом принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе. Сейчас на Ямале действует более 10 очагов пожаров. В Пуровском и Красноселькубском районах горит около 500 гектаров леса, и режим ЧАЭС в этих двух районах продолжает действовать. Анализируя пожарную обстановку в этом году, руководитель Ямал-Спаса Николай Потемкин отметил, что по сравнению с прошлым годом площадь лесов, охваченная огнем, больше в два раза. По подсчетам, за это лето в округе случилось более 600 пожаров на площади 135 тысяч гектаров, подчеркнул он. Вместе с тем профилактическую работу сотрудники противопожарных служб округа ведут на протяжении всего года. Вместе с тем сотрудники противопожарных служб округа продолжают вести профилактическую работу. О необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности сотрудники 6-й городской пожарной части в очередной раз напомнили воспитанникам детского сада «Сказка» и ребятам, посещающим оздоровительный летний лагерь «Сказочная планета». Участниками профилактического мероприятия стали более 30 воспитанников пришкольных лагерей. Ребята смотрели мультфильмы, участвовали в занимательной викторине на знании правил и репетировали звонок в пожарную охрану. Пожарная охрана. Пожарная охрана. У меня начался пожар. Примерно 48, то есть подъездка в очередной. Хорошо. Пожарная охрана выезжает на вызов. Классические и очень редкие сорта меда привезли в Муравленко. Сегодня возле здания супермаркета для граждан начала работу ярмарка меда. Этот полезный продукт в наш город привезли из Алтайского края, Башкортостана и Дальнего Востока. Чем полезны пчелопродукты и почему мед называют жидким золотом, расскажет Анастасия Попова. Сюжет на правах рекламы. Мед, прополис, пчелиный яд и маточное молочко – это уникальные натуральные средства борьбы с различными болезнями. На ярмарке меда, которая открылась в Муравленко, представлено более 50 видов этих продуктов. Каждый из них полезен по-своему. К примеру, мед улучшает обмен веществ, а прополис и маточное молочко продлевают молодость. Об этих и других полезных свойствах меда пчеловоды-профессионалы могут рассказывать часами. В этот раз у муравленковцев вновь появилась отличная возможность узнать о меде больше, купить и попробовать лучше. С 20 по 24 августа включительно в городе работает ярмарка меда. И чем хороша липа? Вот какой просуд вы получили в течение дня, на ночь с ней почеленочили, все у вас пройдет. Алтайский, Башкирский, Дальневосточный – всех сортов не перечесть. География его сбора обширна. Мед в Муравленко привезли из разных, самых экологичных уголков страны. Цены за килограмм начинаются от 150 рублей. Мы уездим обычно в одни и те же города, в одно и то же время. У нас уже есть постоянные покупатели, и, конечно, они к нам идут, мы доверяют. Кроме меда в продаже есть пчелопродукты – перга, пыльца и живица кедра. Их здесь не просто продают. Продавцы – настоящие специалисты. Помогают сделать правильный выбор. Меда больше профилактика, а пчелопродукты – это эффективное лечение. Я советую всем брать пергу или подешевле цветочную пыльцу. Так, в ней целая таблица Менделеева. Одну чайную ложечку перги и цветочную пыльцу рассасывать, и уже на сутки насыщать организм всеми природными натуральными витаминами. Здесь каждому покупателю рассказывают и показывают на примере, как отличить натуральный мед от химического продукта. Нам есть чем удивить. За качество нашего меда мы отвечаем, говорят пчеловоды. У нас есть очень редкие сорта, которые высаживают специальные лекарственные растения. И этот мед мы вам привозим. У меня, во-первых, акураевый мед, который очень полезен для кожи, который защищает нас от очень многих невзгод и повышает также иммунитет очень хорошо. Уже в первый день работы ярмарки меда муравленковцы охотно приходят за жидким золотом. Для северя здоровье всегда было и будет на первом месте. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова